Регулировка фар О достаточно важном моменте в обслуживании автомобиля водители вспоминают только тогда, когда необходимо проходить очередной техосмотр. Да-да, речь идет о фарах. Тем не менее, помимо поддержания работоспособности внешних световых приборов, необходимо выполнять и регулировку направления пучка света фар. Зачем? Правильная регулировка фар необходима не только для того, чтобы проходить техосмотр, а также чтобы увидеть, куда вы едете ночью и не слепить водителей встречных автомобилей. И это в первую очередь ваша безопасность и безопасность остальных участников дорожного движения. Если световой пучок будет направлен на полосу встречного движения, то все, что может находиться на обочине, будет вам не видно. А это дорожные знаки, пешеходы, велосипедисты и просто стоящие там авто. Если свет будет направлен в сторону обочины, то вы не сможете ориентироваться по всей ширине дороги. Свет, направленный ниже необходимого уровня, не даст вам достаточной видимости на расстоянии. Ну а световой пучок, направленный выше, чем необходимо, будет слепить движущихся вам навстречу водителей. Ну а слепляя встречного водителя, вы создаете потенциальную угрозу собственной безопасности. Как часто нужно делать регулировку фар? Рекомендуется при покупке автомобиля. При замене корпуса фары обязательно. Даже при замене лампочки направление светового пучка может сбиться. Перед прохождением тихосмотра, чтобы потом не платить дважды, после замены элементов подвески, которые могут повлиять на высоту дорожного просвета. В случаях, когда вы замечаете ухудшение видимости на дороге в темное время суток. Произвести регулировку света фар с помощью специализированного высокоточного немецкого оборудования, которое позволяет выполнять работу не только с галогенными, но и с ксеноновыми и светодиодными фарами, можно в торгово-сервисных центрах автосеть в Бресте, Гродно и Минске. Редактор субтитров А.Семкин